Европейский Союз и Ватикан отмечают 50-летие дипломатических отношений и сотрудничества. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит папе Франциско в связи с этим событием. Посол Европейского Союза при Святом Престоле посетил штаб-квартиру Ром Репортс, чтобы рассказать об этом долгом пути взаимопонимания. У нас общие ценности – права человека, стремление к миру, изменение климата и многосторонность в качестве модели работы. Насильно объединяет наша борьба за мир и продвижение межрелигиозного диалога. Александра Валкенбург из Нидерландов. Она переехала в Рим в сентябре после того, как в течение четырех лет представляла Европейский Союз на Кубе и Ямайке. Чтобы лучше понять Европу, она рекомендует почитать письмо Папы Франциско о 50-летии дипломатических отношений. В письме Папа мечтает о Европе, отмеченной здоровым секуляризмом, где Бог и Цезарь остаются разными, но не противоположными. По словам посла, Евросоюз продолжает внимательно следить за публикациями Папы Франциско. Европейский Союз высоко оценил энциклику «Лаудатуси». Она сыграла важную роль на саммите по изменению климата в Париже. Видение Папы, которое призывает нас задуматься о будущем планеты и защитить планету для будущих поколений, также сыграло важную роль в обеспечении поддержки различным странам по всему миру. Фактически, Европейский Союз рассчитывает на активное участие Ватикана в конференции в Глазго, на которой ожидается участие Папы. Александра Валкенбург также вспоминает свой личный опыт в Центральной Америке, где церковная власть является фундаментальной частью мирного процесса. Церковь сыграла очень важную роль в управлении по правам человека в архиепископии Гаватемалы. Она сыграла важную роль в продвижении справедливости и поисках истины. Я думаю, что все самые известные юристы-правозащитники прошли свою формацию в отделе по правам человека архиепископии Гаватемалы. Эти 50 лет отношений отмечаются мероприятиями, проводимыми в церквях Рима, связанными с Европейским Союзом. Последний состоится в Санта-Мария-де-Ла-Пьетто, на Кампо-Санта. Там секретарь Ватикана по отношениям с государством отслужит мессу. В эту годовщину Европейский Союз и Святой Престол надеются еще больше укрепить свои связи и продолжить сотрудничество на долгие годы вперед. Продолжение следует...